Виталий, мы с вами начнем, я предлагаю, с новостей, которые мы наблюдаем в нашей стране, и потом в целом о политике, геополитике, чем это чревато и что ожидать далее. Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС, об этом заявил Владимир Звенский. По его словам, Российская Федерация хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Я так понимаю, что целями, и в целом, если так проанализировать, этими ударами Российская Федерация снова поднимает ставки, идут они только по пути эскалации. Ну и с другой стороны, если так разобраться, здесь ведь есть несколько составляющих, экономическое, военное и в том числе психологическое. Да, я думаю, что это та история, которая была в начале войны, когда российская сторона стремилась, в общем-то, обратить все процессы в Украине в определенный вариант блэкаута. И я думаю, что это будет продолжаться, поэтому все зависит от нашей реакции, соответственно, от того, насколько может Украина, используя ПВО и вооруженные силы, работать в противодействии этим всем ужасам. Более того, у Российской Федерации, как я понимаю, появилось новое вооружение, которое они считают более эффективным, поэтому украинской стороне тоже придется приспосабливаться. И, по крайней мере, теперь уже будет запрос от наших западных партнеров на более современное и более эффективное оружие. Ну а что касается вот этой всей ситуации, идет эскалация, идет абсолютная эскалация. И об этом говорил, кстати, в своем интервью Владимир Зеленский. Он достаточно пасмурно описывал ситуацию с тем, если у нас не будет оружия от западных партнеров, соответственно, чем это все может вернуться для Украины и чем это все может закончиться в какой-то степени. Но что касается, в общем-то, обращения к нашим западным партнерам, то оно было однозначным. Более того, параллельно с этим интервью, напомню, Зеленский уже переговорил с господином Джонсоном, представителем Конгресса, спикером Конгресса Нижней Палаты Парламента в США. И, соответственно, он надеется, что республиканцы изменят свое мнение и, конечно же, видя и понимая, что происходит в Украине, более эффективно и более стремительно будут действовать в вопросе выделения денег. Хотя это, конечно же, будем говорить так, вариант определенного поиска компромисса, но что касается Соединенных Штатов Америки, мне кажется, что они потихоньку начинают пересматривать свою позицию по поводу Украины. Но все же это не так эффективно будет выглядеть, потому что те 60 миллиардов, которые там планируют очередной раз помочь Украине, об этом, конечно же, мы понимаем. Об абсолютной речи быть не может, но какую-то часть денег обязательно нам выделят. И, соответственно, это пойдет, конечно же, на американский ВПК, на денежную и финансовую помощь Украине и решение тех проблем, которые необходимо срочно закрыть эти гештальты. Это, конечно же, обновить ПВО, чтобы было достаточное вооружение для того, чтобы защищать, в общем-то, энергетическую сферу. Ну и, конечно же, все ключевые объекты на Украине. Хотя видите, что происходит. В общем-то, от массированных атак по всей Украине, конечно же, страдают люди, погибают люди. И это ужасные стороны войны, которые должны видеть те, кому мы обращаемся за помощью, чтобы они понимали, в какой ситуации мы находимся. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, контакт с Западом по вопросу западной помощи должен быть более устойчивым и более эффективным для нас. Что сказал недавно Владимир Зеленский. И в целом, знаете, Виталий, так если проанализировать. С одной стороны, говорят, что война закончится до конца года, предстоящие шесть месяцев они будут решающими. Вот такой прогноз появился буквально в течение недели, мне кажется, сразу в нескольких западных СМИ. Потом, с другой стороны, те же самые средства массовой информации начали сгонять, что Россия готовит крупное наступление, которое Украина может и не отразить и так далее. И потом Владимир Зеленский в одном из интервью CBS, он сказал о том, что да, Россия готовит большое наступление, причем, что УВСУ может не хватить даже сил, чтобы остановить новое наступление РФ, которое будет в мае-июне. Так заявил лично Владимир Зеленский. И вроде бы, мне кажется, такое, как говорят, заявление и звон выходящих. Редко, когда в истории верховный главнокомандующий так прямо во время войны он говорил бы о вероятности поражения своей армии. Мне кажется, что здесь Владимир Зеленский пошел на некую многоходовочку. Как вы считаете? Я думаю, что часть этого хода, это интервью главнокомандующего Сырского, оно совсем отличается от пасмурного подхода Зеленского. Мне даже кажется, что Зеленский в какой-то степени был готов и, в общем-то, послал месседж нашим западным партнерам, что вот мы стоим на определенном этапе неопределенности, извините за тавтологию, поэтому, пожалуйста, активизируйтесь. Думаю, в этом смысле было настроено его как бы основное сообщение нашим западным так называемым партнерам. Честно говоря, вот очень сильно контрастирует как раз интервью Сырского. Вот Сырский как раз был очень оптимистичен, он довольно четко отвечал на вопросы, как это все может происходить, если такие варианты, о которых говорил Зеленский, могут быть реализованы. Кстати, меня даже очень удивило, он там дал ответы на некоторые вопросы, на которые я хотел бы получить ответы. Речь идет о том, что нужно ли призвать больше 500 тысяч солдат в армию, ну, в смысле потенциальных солдат в армию, призывников, для того, чтобы урегулировать все вопросы. Он сказал, что этого пока не нужно. Это, кстати, очень связано с тем законопроектом, который сейчас приготовили в Верховном Свете принимать уже в окончательном решении о мобилизации. Но мы, наверное, об этом будем говорить позже. И, в общем-то, его уверенность и оптимизм, я, конечно, понимаю, что он может подыгрывать власти и давать понять, что, если, как там говорит белорусская пословица, если ты взялся за душ, не говори, что не душ, да, то есть, по крайней мере, он новый главнокомандующий, он говорит, что ситуация им и его соратниками контролируема, и военный кабинет как бы держит руку на пульсе, и в любом случае вооруженные силы Украины готовы, понятное дело, отбивать то, что будут реализовывать русские. Ну, я понимаю, это логично, он же не будет посыпать пепелом голову и говорить, что вот у него там есть серьезная проблема. Поэтому политический месседж дал Зеленский, так называемым, западным партнерам, что нам нужно помочь и кардинально быстро, и это будет более эффективно, чем если, например, этого, что нам необходимо, не нужно, потому что это может действительно привести к определенному варианту краха. А вот что касается именно Сырского, то он излучал немного другую версию, поэтому вот этот контраст, мне кажется, это звенья одной цепи, и, будем говорить так, спектакли на разных уровнях, но, в общем-то, будем говорить так, одного автора. В любом случае, меня тоже очень сильно интересовал вопрос, почему же все-таки уволили Зеленского, простите, Залужного, и, извините, Залужного, и в любом случае он коснулся этой темы, я говорю о Сырском, о веских причинах, но, честно говоря, я не помню, чтобы Владимир Александрович Зеленский говорил открыто о каких-то веских причинах, может быть, просто Сырский что-то знает больше, потому что в свое время он был его заместителем, я говорю о Залужном, но, в общем-то, вот эта игра слов меня немножко заблудоражила, потому что я ждал ответить, ну, в смысле, услышать ответ на этот вопрос, который, кстати, интересует многих в Украине, потому что до сих пор на него четко поставленного ответа, или, будем говорить так, четко сказанного Зеленским по этому поводу относительно веских причинного линения Залужного, мне кажется, что слушало определенное количество людей, близких к нему, возможно, либо те журналисты, которые были на закрытом совещании, помните, в свое время Михаил Ткач рассказывал, что якобы Зеленский собирал там каких-то журналистов, что-то им сказал, чтобы они потом не делились с обществом, поэтому общество жаждало этого ответа, но так его не получило, но зачем Сырский коснулся этой темы, это уже другая песня. Не кажется ли вам, что удары по энергетике заставят Евросоюз больше ресурсов вкладывать в Украину и больше платить за войну? Я думаю, что начало просто, то есть, есть ли уверенность в том, что эти удары, они повлияют на принятие решений в Евросоюзе? Не думаю, не думаю. Я думаю, что это разные совершенно игры. Если говорить об интенсификации отношения к Украине и возобновлении активной фазы помощи, честно говоря, мне кажется, если бы была политическая воля на Западе, они бы это активизировали. Я говорю о больших поставках. А что касается временных каких-то траншах, ну необходимых, да, то эта игра понятная, она абсолютно прогнозируемая, поэтому сейчас речь идет о том, чтобы все-таки и дипломатическая линия, и первые лица напрямую договаривались и, в общем-то, иллюстрировали свои переговорные процессы вот тем, что происходит в Украине. Возможно, это изменит ситуацию к лучшему. Ну а что касается ударов по энергетике, я все-таки хотел бы ответить на эту тему. Есть разные версии. Много экспертов говорят о том, что, во-первых, нужно русским якобы Украину каким-то образом окунуть в блэкаут. Другие же говорят о том, что русские хотят уничтожить энергосистему по той причине, чтобы не работали, значит, заводы и то, что работает на войну. Я имею в виду там военно-промышленный комплекс. Третьи говорят, что таким образом идет путь к какой-то техногенной катастрофе. У нас же все-таки атомные электростанции продолжают работать, и 80% энергии они все-таки вырабатывают. То есть есть разные версии, но в любом случае, я не хотел бы каждого из них обсуждать, это забирает очень много времени, но, конечно же, вещь идет о том, чтобы нанести больше урон Украине. Русские этим очень активно занимаются. Поэтому нам нужно предпринимать кардинальные шаги для того, чтобы защититься полной мерой, или хотя бы, насколько это возможно, для того, чтобы энергообъекты сохранить. Ибо это не только связано с блэкаутами для обычных жителей Украины, и, конечно же, для негативной работы всей инфраструктуры, но и, в первую очередь, для украинской экономики. Война есть война, поэтому мы должны были это прогнозировать, и, конечно же, к этому подготовиться. Но у меня возникают некоторые вопросы, возможно, я чего-то не знаю, но все же, если стратегические мысли, то всегда можно предположить, что такой вариант развития ситуации может быть, поэтому высокополитическое руководство Украины и, соответственно, военный кабинет должны были, в первую очередь, продумать свои действия в такой вариации, и, конечно же, нужно было продумать о том, чтобы и система ПВО, которая сейчас задействована в процессах отражения атак, охватывали и те территории, где находятся энергообъекты Украины, которые представляют особую важность. Виталий, но при всем том, что вы описали и что указал Владимир Зеленский в этом интервью, как вы считаете, в нынешних условиях мы еще остаемся при своем? Я имею в виду формула, скажем так, границы 91-го года, она для нас еще существует? Почему вы спрашиваете? На самом деле ответ у власти, он не изменен. То есть, на самом деле, пока, по крайней мере, они настаивают на том, что мы должны начать переговоры после того, как будут выведены войска России за границы 91-го года Украины. Это и есть проблема для обсуждений, потому что, понятное дело, Россия уже отказывается воспринимать давно такое предложение, а Владимир Зеленский сейчас пытается найти тех, кто, по крайней мере, прислушивается, поддержит и сможет повлиять на такой вариант развития событий. Дело совершенно в другом. Дело в том, что вот я обратил внимание на Шульца. Шульц недавно дал интервью, это канцлер Германии. Он сказал, что сейчас активизировалась фаза работы над переговорным процессом в поисках мира, и, в общем-то, в этом процессе задействована Украина. Меня очень интересует, как Украина задействована. Просто своей стабильной ситуации по поводу 91-го года, или она готова на какие-то компромиссы. Как раз Шульц об этом не говорил. Ну, а что касается внутреннего информационного рынка и внешнего, или, говорит, не рынка, даже о поле, то Украина пытается говорить о неизменности своего предложения, и все саммиты, встречи, они все базируются на вот этой аксиоме, которую пролонгирует Зеленский. В любом случае, сейчас очень ответственный момент обострения, эскалации на фронте. Мне кажется, что все будет зависеть от развития ситуации в дальнейшем. В начале вашего ответа вы спросили, почему я так интересуюсь, поскольку в том же интервью Владимир Зеленский, мне показалось, немножко подкорректировал сейчас нашу статегию, поскольку он сказал такие слова. Путин будет готов отдать все территории, если Украина выйдет на линию 22-го года. Президент считает, что Украине не обязательно деоккупировать все территории военным путем, однако для победы Украине нужно оружие от Запада, усилия санкций против России, блокирование всех экономических связей, партнеров с Москвой. Ну, то есть, там уже понятно. То есть... Простите, на самом деле это и есть определенный, мне кажется, шаг к компромиссу какому-то, потому что, если Зеленский об этом говорил, то в любом случае он понимает, что есть определенные цели, которые заявлены, да, и они, возможно, мало реализуемы, и, соответственно, он идет или рассматривает вариант другого спектра. Тут о чем идет речь, в первую очередь? Это если о 22-м году говорить, то мы помним, что это будет вопрос Крыма и, соответственно, некоторых частей областей на Донбассе. То есть, это Донецкая, Луганская область. Я думаю, что в любом случае, поймите, прямые переговоры Украины и России пока невозможны по определению, но о всяком случае об этом говорят все, кто прикладывает максимум усилий, чтобы посадить Украину и Россию. Ну, и, в общем-то, Украина сегодня имеет определенный запрет по поводу проведения прямых переговоров. Так вот, мне кажется, что как раз роль посредников влиятельных стран, которые могли бы взять на себя вот эту роль, она тоже очень весома и тоже будет влиять на дальнейшее развитие событий. Поэтому я думаю, что мы в ближайшее время услышим и увидим какие-то заявления, которые, возможно, немножечко будут корректировать позицию тех стран, которые заинтересованы в поиске мира в Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова